Какой будет зима, покажет летняя подготовка. Энергетики традиционно в жаркую погоду проверяют состояние оборудования, от которого зависит прохождение отопительного сезона. Каким прибором уделяют больше внимания и ограничится ли подготовка к холодному периоду только текущими работами, выяснила Элада Тагеева. Выключатель 110, трансформатор 2, модернизация верхней контактной части. Несмотря на жаркий летний день, на подстанции ГПЗ в Заводском районе уже вовсю готовятся к холодной зиме. Энергетики саратовских распределительных сетей, филиала публичного акционерного общества МРСК «Волги» привыкли готовить сани летом. Сложность осенне-зимнего периода заключается в том, что увеличиваются нагрузки в связи с тем, что у нас начинают работать котельные, отописные приборы и многое другое. Проверка всех контактов и общего состояния приборов. Работы по подготовке к осенне-зимнему периоду традиционно проводятся каждый год. И каждый год энергетики относятся к ним с особой ответственностью. Подстанция ГПЗ снабжает электроэнергией не только десятки тысяч жителей Саратова, но и важнейшие социально значимые объекты. Основные потребители, также ответственные потребители, которые запитаны от этой подстанции, это у нас котельные в количестве семи единиц, 29 объектов водоснабжения, 10 школ, 17 детских садов и в общей численности жителей 36 тысяч человек. В соответствии с графиком идёт проверка и закрытого оборудования подстанции, используя новейшую компьютерную диагностику. Энергетики обследуют, насколько техника готова к осенне-зимнему периоду. 3 ампера. Ну и 5 ампера. Подобные работы сейчас ведутся на всех подстанциях семи регионов России, входящих в зону ответственности МРСК Волги. К слову, на этой территории проживает более 13 миллионов человек. Современные технологии и многолетний опыт в сфере электроснабжения потребителей позволяют энергетикам компании утверждать, отключения электричества даже в самые сильные морозы не будет.